С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 7 октября. Всемирный день архитектуры. Он учрежден Международным союзом архитекторов, который возник после Второй мировой войны, когда перед многими странами стоял один из самых главных вопросов того времени – восстановление разрушенных городов и других населенных пунктов и промышленных предприятий. Ну а теперь о родившихся. 7 октября 1885 год. День рождения Нильса Хенрика Давида Бора, датского физика Нобелевского лауреата 1922 года. В молодые годы он был прекрасным спортсменом, чем и был в первую очередь известен на своей родине. Когда же он был удостоен Нобелевской премии, датские газеты написали об этом событии, что премия присуждена известному футболисту Нильсу Бору. Ныне же мы говорим о нем как о датском физике, теоретике и общественном деятеле, одном из создателей современной физики и лауреата той самой Нобелевской премии имени по физике, о члене датского королевского общества и о том, что он был его президентом. Бор был членом более чем 20 академий наук мира, в том числе иностранным почетным членам Академии наук СССР. Ну а известен ученый как создатель первой квантовой теории атома и активный участник разработки вообще основ квантовой механики. Он также внес значительный вклад в развитие теории атомного ядра и тех самых ядерных реакций в процессы взаимодействия элементарных частиц со средой. В общем, новая физика. 1945 год рождается Владимир Молчанов, телевизионный ведущий, которого мы прекрасно помним и как ведущего программы «Время», и, конечно же, как автора и ведущего популярнейшей ночной программы «До и после полуночи». Ну а потом была масса других проектов. Владимир Молчанов по-прежнему в деле. В 1952 году родился Владимир Путин, президент Российской Федерации. А в 1967 в этот мир приходит Тони Брэкстон, американская певица в стиле ритм-блюз, поп и соул, автор песен и актриса. Обладательница семи премий Грэмми и других престижных музыкальных наград, одна из самых успешных исполнительниц 90-х годов. Событие дня. 1337 год. Молодой богомолец Варфоломей был пострижен в монахи с именем Сергий. Впоследствии он стал известен как Сергий Радонежский. Вскоре он основал Троицкий монастырь, а слава о чудесах, совершаемых его молитвами, разнеслась буквально по всей Руси. Со слов очевидцев, свидетелей, да и самого Сергия, иногда во время службы игумена по алтарю ходил божественный огонь, а его келью посещала Божья Матерь с апостолами. Сергия просили стать митрополитом московским, но он взял и отказался. Старец мирил враждовавших князей, полагая, что худой мир всегда лучше доброй ссоры. 1571 год. Последнее крупное сражение грибных судов. В жестоком морском бою при Лепанто испанско-венецианский флот, это флот Святой Лиги, разбивают османскую флотилию, фактически развеяв миф о ее непобедимости. В этом бою Мигель Сервантес дважды ранен в грудь и в левую руку, которая потом бездействовала у него всю жизнь. 1913. Впервые в мире на заводе Генри Форда весь производственный процесс сборки автомобилей начинает выполнять по новой технологической схеме на конвейере, которую тут же репортеры окрестили бесчеловечной потовыжималкой. Между тем, рабочим автостроитель платил 5 долларов в день, тогда как другие заводы отрасли платили в два раза меньше. В день у Генри Форда производилось тысяча автомобилей. Даже знаменитый афоризм – каждый покупатель может приобрести автомобиль любого цвета при условии, что этот цвет черный, также был связан с конвейером. При таком методе сборки успевал высохнуть только японский черный лак. А я вспоминаю свой конвейер, когда я, будучи студентом, практиковался на тракторном предприятии. Поверьте, это очень любопытно. 1920 год. Первые 100 женщин получают полноправное членство, поступив в Оксфордский университет. Хотя еще в 1878 году в университете было разрешено учиться женщинам, но только с 1974 все колледжи вузы изменили уставы и разрешили совместное обучение женщин и мужчин. 1941. Окружение советских армий под Брянском и Вязьмой. Слишком явная концентрация войск группы армий «Центр» в один кулак не была вовремя замечена. После прорыва обороны командующие фронтами Конев и Буденный начнут действовать разрозненно. Сталин растеряется, поскольку путь на Москву фактически открыт. Приказ об отходе войск будет все-таки принят, но армии окажутся в котле. В окружение попадут 4 армии Западного и Резервного фронтов под Вязьмой и 2 армии Брянского фронта южнее Брянска. В плен попадет 663 тысячи человек. 1949. Образована Германская демократическая республика или Восточная Германия. Парламент ГДР избирает президентом Вильгельма Пика, а премьер-министром Отто Гротте Воля. 1971 год. Фирмой грамзаписи «Mutown Records» выпускается первый сингл Майкла Джексона, которому всего 13 лет. К концу года песня попадает в топ-10 американского хит-парада, а в начале следующего окажется в первой десятке британского. 1977 в Советском Союзе принимается четвертая конституция. Народ сразу же называет ее Брежневской. И у советского народа появляется новый выходной день 7 октября. 1982. Нью-Йорк. Премьера мюзикла «Кошки» английских авторов Эндрю Уэвера и Тима Райса. С тех пор он шел здесь 18 лет. 7 845 раз и признан одной из самых долгоиграющих бродвейских постановок. 18 лет – это замечательный возраст для «Кошки», сказал Эндрю Ллойд на последнем представлении в Нью-Йорке и запустил мюзикл в Шанхайском театре. К тому времени «Кошки» собрали в мировом прокате полтора миллиарда долларов. Ну, а теперь бьют рекорды бродаж по всему миру. 2001 год в ответ на теракты 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне. И после отказа талибов выдать США саму Бен Ладен, американские войска начинают операцию «Несокрушимая свобода», нанеся ракетно-бомбовые удары по стратегическим позициям талибов в Афганистане. С поддержкой действий США выступают руководители Великобритании, Германии и Российской Федерации. Ну и последнее. 1952 год. Два друга, преподаватель Дрексельского технологического института Филадельфии Норман Джозеф Вудланд и Бернард Силлер получают патент, зарегистрированный как United States патент 2 612 994. Дело в том, что они придумали уникальную вещь – штрих-код, разработав систему автоматического считывания информации о продукции на контрольно-кассовом пункте. То, чем мы пользуемся сегодня совершенно свободно и не задумываясь. Взяв азбуку Морзе, они растянули точки и тери вниз по вертикали и построили прототип сканера на базе фотоумножителя и осциллографа. Вскоре Вудланд стал работать компанией IBM, но там изобретением не заинтересовались. Патент был перепродан производителю фотоумножителей. Независимо от этого, в 1961 году другой человек, железнодорожный инженер Дэвид Коллинз, предложил устройство на ходу, считывающее с вагонов маркировку из оранжевых и синих полос, но тоже не нашел поддержку начальства и придумал свою собственную фирму. Первые его лазерные сканеры заработали в 1969 году, а в 1971-м та самая компания, куда перепродали патент, показала свой вариант штрих-кода. Возник ажиотаж, который привлек внимание IBM. А там вспомнили об изобретателе Вудленде и с его участием в итоге разработали первый стандарт штрих-кода. 26 июня 1974 с помощью этого штрих-кода был продан первый в мире товар. Им стала жевательная резинка. Ну а через два года был принят нынешний стандарт, тоже, кстати, созданный при участии Вудленда. Ну и самое последнее. Мы понимаем с вами, что прообраз будущего штрих-кода фактически избавит нас от многих профессий. Ну а хорошо это или плохо, покажет время. С вами был Николай Пивненко в проекте Дата.